Привет, привет, привет. Меня зовут Мария, ты на канале Михалок. Мы отправимся в трехдневное путешествие для блогеров из Санкт-Петербурга в Великий Новгород. Я участвую в конкурсе Топ-Блог, где меня обучают, как правильно вести социальные сети, делать интересный и полезный контент для тебя. Я прошла в полуфинал конкурса и выиграла образовательную поездку в Великий Новгород. В этом видео я открою для тебя тайны блогерской жизни. Несколько лайфхаков из путешествий и покажу прекрасный город, который встретил меня гостеприимно. Мне будет очень приятно, если все три дня ты проведешь со мной в этом видео. Сразу после приезда я отправилась перекусить, чтобы восполнить свои силы для прогулки. Большую часть свободного времени я проводила на набережной Александра Невского, с которой открывается просторный вид на реку Волхов. Набережная украшена большим количеством цветов. Вокруг летают стрекозы, они буквально везде. Такого количества я раньше не встречала. Сейчас мы будем качаться с тобой на деревянных качелях, которые также располагаются на набережной. Я заметила, что на них любят качаться не только дети, но и взрослые. А вечером можно увидеть много влюбленных пар. На набережной не только качели, но и деревянные скамейки, столы, зоны, где можно отдыхать полулежа. С набережной открывается вид на Новгородский Кремль и на бесконечно спокойную и широкую реку Волхов. По пути в отель я повстречала местного жителя новгородского кота с завораживающими зелеными глазами. К сожалению, мне нечем было его угостить. Я заметила, что в Новгороде упитанные удочки. Дети щедро кормят их пукой. Они не боятся людей и спокойно к тебе подходят. Ты можешь сосчитать их количество, если захочешь. В Великий Новгород я приехала рано утром, а заселение в отеле состоялось в 3 часа дня. В среднем время пути из Санкт-Петербурга Великий Новгород занимает 3 часа на скоростном поезде. Меня заселили в двухместный номер с соседкой. Ее зовут Яна. Она ведет блог про жизнь с захоронным диабетом. Мы быстро подружились на фоне того, что не понимали, как открыть окно. В первый день состояло знакомство со всеми блогерами. Я не забыла про тебя и, конечно, накрашу тебе реснички, чтобы мы были готовы на все 100. Самые уютные в отелях это халаты. Они мягкие и комфортные, как будто тебя кто-то обнимает. Сейчас мы отправимся на вводную лекцию, где нам расскажут всю программу образовательного форума. После этого нас распределили по кураторам. К сожалению, я попала не к своему куратору, пока ходила и искала своего. Все сделали общие фото без меня, поэтому меня нет на общих фотографиях. В своем макияже я каждый день использовала солнцезащиту, потому что большую часть времени мы проводили на бежевых экскурсиях. Я хотела максимально защитить кожу от солнечного воздействия. Я использовала стойкую матовую помаду для куб, чтобы она не утекала при сильной жаре и в общении с другими участниками. По центру кубе нанесла немного розового блеска, он сотрется, под ним останется стойка помада. Нам выдали пейджики, чтобы мы смогли легко познакомиться друг с другом. На вечере проводили игры, связанные с историей Великого Новгорода. Мне понравился конкурс, где мы пытались привезти надписи со старославянского языка, оставленные на бересте. Угадывали, сколько раньше было башено в Новгородском Кремле. Следующий день начался с театрализованной экскурсии по Новгородскому Кремлю, на которой я знала, что Кремль называется вовсе не Кремль, а Детинецы, и количество башен на сегодняшний день составляет 9, а раньше было 12. Три башни разрушились от старости. Вокруг Детинца находится ров, который в прежние времена при нападении врагов заливали водой. Мое воображение подоражило, с какой скоростью река Волхов заполняла периметр вокруг крепости. Внутри крепости находится один из старейших сохранившихся храмов в России – Софийский собор. После экскурсии состоялась основная часть форума с образовательными лекциями. Мы пошли с тобой на лекции по ВК-клипам, личному бренду и интересным постам. Мне понравилось, что спикеры делились личным опытом ведения социальных сетей, были дружелюбными и добавляли много смешных картинок в свои презентации. Для нас подготовили кофе-брейк с бутербродами и кофе. Я как человек постоянно голодный рекомендую брать с собой в путешествие термокружку, чтобы всегда была возможность налить в нее воды и удобные перекусы. Я подпочитаю детское фруктовое пюре в мягких упаковках. Они сытные, занимают мало места из-за плоской формы. Лекции проходили в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. Внутри университета есть яблочный сад и старинные церкви. Для меня это необычно, но мне очень понравилось, как смогли соединить современную территорию университета с культурным наследием Великого Новгорода. Завершением дня стал прекрасный закат и занятие с психологом по гвоздестоянию. Девушка-психолог также является участником конкурса. Предложила всем желающим постоять на гвоздях. Начала отзнакомиться с гвоздями руками. Можно сделать запрос любой. Задать вопрос внутри своей головы, а затем встать на гвозди. Я почувствовала сильную боль, а после стояния покалывания в ногах и по всему телу. Мне бы не хотелось повторять этот опыт. Я не считаю, что положительные эмоции и расслабление можно получить через боль. А ты как считаешь? Утро началось с бассейна. Мне, как воду-музнанку, хорошо там, где есть вода. Она расслабляет меня и придает мне силы. Третий день и завершающая экскурсия по торговым площадям, где торговали медом, пушниной. Оказывается, в церквях раньше находились склады товаров, документов, как нам объяснил экскурсовод. Церкви служили своеобразным административным центром. В одной из церквей располагалось кире 12 бутов для измерения меда. Ткани для платков мерили локтями. И часто возникал спор, потому что локти у всех разные. И длина отличалась. Для решения споров также обращались в церковь. Я была в Великом Новгороде в 2014 году. Сейчас 2022. Я могу более осознанно посмотреть на город и его достопримечательности. Самое сильное впечатление на меня произвел музей под открытым небом. Витаславицы. Музей постоянно пополняется. В него свозят русские избы 19 века. Избы или выкупают у прежних владельцев, или собирают бесхозные. Их разбирают, перевозят на грузовиках, до музея собирают заново. У каждой избы свое название. Мне удалось побывать в свадебной избе, в которой проживали молодожены. Но три избы – имитация быта крестьянской многодетной семьи. Я узнала, что женщины в то время мало ценились. Мне даже стало обидно от этого факта. Главными работниками считались мужчины. Им был почет и уважение. Мне бы хотелось и дальше изучать другие города России. Надеюсь, что мне выпадет эта возможность. Великий Новгород встретил меня теплым отношением местных жителей. Видно, что они действительно знают и чтят историю своего города, гордятся ей. Сюда хочется вернуться. Спасибо тебе за три дня, проведенные вместе. Оставляй в комментариях свои впечатления от нашего совместного путешествия. Я буду очень рада их почитать. В этом видео я передаю привет Айсуан. Я рада, что мы с тобой нашлись.